Привет всем, друзья! Мы сегодня открываем для себя новое место. Мы находимся сегодня в Северском районе, в станице Азовской. Это новое для меня место. Я здесь впервые. И сегодня с местной жительницей Людмилой Ивановной и с Анастасией, с которой вы уже знакомы ранее в роликах, мы отправляемся сегодня изучать новые для себя растения, а может быть даже найдем грибы. И все вам обязательно покажем. Ну вот он там, разве там по склону, ну смотри, мне кажется там дубы, да? Дубы. Ну вот, так что пройдем глянем, нужно будет подниматься. Вот, вот это кервель мы называем. Вот это кервель или это называется дикая кинза. Вот, вот это вот мне очень нравится. Я его всегда собираю, вот, и хочу посадить себе прямо в огороде, чтобы у меня было. Вот, он когда высыхает, его у нас кинза, да? Да, да, да. И добавляем и в волосе, и в салаты добавляем, и просто, и в котлетки добавляем, и в супы добавляем, витаминки всякие. Я помню, там ароник. Вот это ароник похожий. Вот это ароник. Он таким красными ягодами цветет. Да, да, вот ароник. Это ядовитое растение, но его используют в кондитерской, там... В изделиях кондитерских? Да, в кондитерских изделиях. Нет, нет, нет. Его используют, по-моему, как аромель. Ух ты! Я даже не могу сказать. Потому что я усвоила, что это ядовитое растение. И, в общем, он у меня на грудях не может. Не знаю, как это вызвать. Ну, запах у него, конечно, когда цветет. Вот это ароника на капюшню похожа. Вот я не уверена, потому что, по-моему, капюшняка немножко кушает лепестки. Вот, получат. Кристина, а тебя интересуют травы, да? Моим подписчикам, да, которые смотрят эти ролики, они задают вопросы, что можно кушать, а что нельзя. Вот, насчет, что можно кушать. Очень хорошая вещь. Очень полезная. Она, кстати, подагру лечит. Вот найти бы посмотреть, что это такое. Вот здесь все ядовитое растение. Вот яснутку у нас едят. Интересно, вот фиолетовая. Ее едят, хотя ее родственники все ядовитое. А как ее едят? Что с ней делают? Делают, как в салат режет и ест. Ну, человек говорит, если моя корова ест, почему я не могу ест? Ну, ест, и живой, и не ест. Почему? У меня мама делает, что там, чебуреки делала. Да. С одуванчиком. Вот так вот. Ну, это чебуреки делала, там много чего можно сделать. Там корень лапуса был, корень... Нет, корень чепурья. Вот. И потом тракты с этим. Бабушки испугались. Говорят, Дуда, это же, ну, как ты это... Ну, как ты это, говорит, мясо сейчас. Сейчас же великий пост. А ты у меня без сны сделала. Чебуреки. Чебуреки. А потом выяснила, что это... У меня подружка, она рвет щавель, и с щавлем делает сладкие пирожки. С сахаром присыпает, кипятком обдает щавель, и с сахаром, и в пирожок, в тесто, и жарит. Ну, щавель, что плохо, щавель, там много щавелевой пислоты, и у кого сломость к камнеобразованию... Много нельзя. Ну, вообще нельзя. Вообще нельзя. Да, потому что теплая была погода. Это зима. Да там ягодки уже, по-моему, скоро будут. Не должны быть еще. Вот цвети могут. Да-да, вот бутончики, вот они. Они уже опавшие. Отцвела, что ли? Ну да. Нет, нет. Это опавшие лепестки от этих. Ну, деревья цвели. А там еще бутончик. А вон какой-то вот лопушок растет. Первый цвет. Да. Потом желтенькие. Ну, потом, когда... Ну, они уже тоже. Оно отошло уже? То есть они раньше цвели? Они раньше цвели. Ну, могут быть, в зависимости от места, где они находятся, они могут еще отпустить. Ну, вот их витамина С немного. И мы его добавляем. Как салат? Да? Как салат, да. И при простудных заболеваниях иммунитет повышают. И когда, ну, простывают люди. Тогда вот уже вот такие листики и цветочки кушают. Ну, вот, можно это уже засушилим. И тоже. Первое за второе блюдо ловили. Ну, что девесенчиков съели. Этого много было. Как называется девесел? Да. Это как лекарство какое-то? Ну, да. И, собственно говоря, корень его можно и в малых количествах кушать. Кушают, да? Да. Девесил. Вот так вот. Вот. С адванчиками уже знакомы. Да. С ясноткой тоже. Их, если брать, этот корешочек, его нужно замочить на полчаса в холодной соленой воде. Когда горечь уходит. Не горчит. В любом возрасте даже можно брать. Да. Их можно тогда обжаривать с лучком. Но сразу много кушать не надо. Потому что они привычены к пищи. Очень красиво. А аромат какой вообще. Ой, как замечательно. А вот тут есть дерево одно. Он отцветет когда? Может, сейчас уже начинает вот там на углу. И пахнет. Ой, там аж гул стоит пчелы гудят. Клакс. Ой. 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 И вот это про красавицу. Это морковь. Это лесная дикая морковь? А ее как? Употребляют? Ну да. Ее употребляют. Но корней еще у нее нет как у моркови, да? Когда эти камушки в почках тут семена ее берут. Вот. А вот тут. Интересно Там же вот как раз На третчат ушли И там я ее и находила Где сныть-то? Вот еще Идем смотреть сныть Вот она Вот она какая Вот у нее Первые три листика Вот эти Вот три листника Вот он А вот есть другая трава Она похожа на сныть Но она даже Во-первых, запаха такого нет у нее Вот И у нее по одному листику Три листа, но по одному Они вместе вот так вот собраны Вот И так, чтобы не спутать Потому что та Она и цветет Эта цветет Зонтиком таким А да, всегда Наверное, так они соединены Получается А так цветет Она Сейчас покажу Вот Такой Типа семейство Губоцветных Вот как это Как ротик маленький Чтоб ее Хочешь насобирать? Чтоб ее Ну да, вот это вот Хорошее Вот это вот ее И квасят И это И в муку добавляют И в первые блюда И во вторые Вот отец Серафим Вот Саровский Он на ней жил Собственно говоря На этой траве Вот на такой вот Вот это вот она, да? Да, да, да Вот ее молоденькую собирают И прям таким пучочками сушат Вот Котлеты кладут В России вообще там ее широко используют И вообще когда голод люди вообще Дожить бы до смети И тогда уже не пропадем Вот она И понюхай она пахнет А когда кладешь в этот Ну вот В любое блюдо В кашку там Или куда-то Что такое впечатление Что мяско кушаешь Такое ощущение такое Вот Да, вот эти первые три Листика Видишь И запах Да, у меня Капша Теревеный Вкусная Морковь 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 И кушать И кушать И кушать И кушать Я ездила И просто раскладывала Морковь 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 Как птицы поют Смотрите, какой большой Да, огромный Огромный трутовик Который очень часто путают все с чагой На самом деле, этот трутовик обыкновенный Настоящий Но не чага, ни в коем случае Второй этап нашей сегодняшней прогулки Это проверка тополевых посадок В этой же станице Находимся мы, конечно, недалеко от проезжей части Мы только что зашли И да, здесь под очень толстым Плотным слоем тополевой листвы Или я не знаю, сейчас вам попробую показать Что это за деревья посадка Тоже это не лесок Вот такие вот насаждения Это тополя Белолистки и так далее, и так далее Разные Очень плотно лежит листва старая Достаточно плотный слой Но это не мешает Расти нашим любимым грибам А конкретно Я нашла Вот такой вот грибок Сморчок полусвободный Он достаточно свежий Он спрятался среди листвы Но достаточно уже хорошо отделяется От своей ножки Его шляпка приросшая только наполовину То есть, если этот гриб посмотреть внутри То где-то в середине Мы можем заметить, что шапочка там приросшая Это и есть Морчок полусвободный И еще попалось нам Два грибочка Такой вот совсем свеженький Вот тоже полусвободный И еще один Тоже он Да Еще два штучки Здесь пока еще так мокро Потому что сегодня был дождь И они, конечно, мокрые Вот он Замечательный Маленький совсем Вот еще один Замечательный И еще два сморчка полусвободных Большие такие прям Субтитры сделал DimaTorzok Какая красота Этот подсохший уже Сморчок полусвободный Сегодня у нас совсем немного Немножко в корзине Но это радует Ох, какой один И второй Класс Да, вот рядом с тобой Вот Ну вот Да Вот, смотри вперед И сзади тебя Повернись еще сзади Вот Да Да И вон еще А какой большой Класс И вот И вот И вот И вот И вот И вот И вон И вон Тоже белая ножка стоит Хорошее такое местечко Идешь Идешь И они тут попадаются И попадаются Под тополями Видите Посадка Тополевая Много их здесь Вот тоже Можно подняться Посмотреть Еще парочка Вот такие они Прям хрупкие Хрупкие Класс Много их здесь Вот и наш лук Скромно Но Есть Только начинается Все еще впереди Все Всем пока Подписывайтесь на канал И ставьте нам лайк Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok